Универмаг Сухова. Порой его из-за небольшой путаницы называют универмаг Сухова и сыновей. А все потому, что знаменитая бизнес-династия 19-го, начала 20-го веков оставила большой след как в истории Барнаула, так и в его архитектуре. А здание еще и расположилось на Молотобольской, в торговом сердце города. Теперь же оно находится еще и в ключевой точке туркластера, точнее его пешеходной зоны, вокруг которой было столько споров экспертов, как именно ее развивать. При этом все эксперты сходились в одном. Одной из главных проблем пешеходной Молотобольской является вот это здание, точнее состояние, в котором оно продолжает долгие годы находиться. И пока оно будет выглядеть настолько грустно, вся улица будет выглядеть тоже невесело. Семь долгих лет краевые власти пытались пристроить здание инвесторам, но никто не решался. Слишком сложный и затратный объект. И вот свершилось. Предприниматель Евгений Лишин рассказывает, раньше исторической недвижимостью никогда не интересовался. Но когда несколько лет назад по Молотобольской стало можно не спеша гулять, посмотрел на него и подумал, а почему бы и нет. И вот в конце прошлого года, опять прогуливаясь, опять обращая внимание на такой значимый для нашего города объект, ну почему-то решил более плотно заняться изучением, увидел, что опять выставлен на аукцион, да, посмотрел всю прилагаемую проектную документацию, посоветовался с проектировщиками, да, и понял, что, наверное, получится у меня сделать, ну, что-то хорошее с этим зданием, так, чтобы это действительно было лицо города. Важно еще и то, что в предыдущие годы здания продавали за символически 1 рубль, но одновременно просили еще около 20 миллионов за землю. Вместе с затратами на реставрацию получалась цифра огромная, многих отпугивало. Теперь здание продали отдельно, почти за 7,5 миллионов, а землю Евгений получил в аренду. Так что на первом этапе удалось сэкономить, учитывая, что здание – исторический памятник, да еще и в полуразрушенном состоянии, в итоге сумма потребуется значительная. Что разместить в этом знаковом здании, Евгений пока размышляет. Хотелось бы для души ресторан, да, а все остальное пока еще под вопросом. Пока только одного мусора из здания вывезли около 20 самосвалов. Впереди разработка проекта реставрации его утверждением. Важно сделать так, чтобы обновленный универмаг вписался в зарождающийся купеческий квартал. Проект реставрации Лишин планирую представить в следующем году. И если его утвердят, сразу после этого начать работы. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.